Всех сердечно приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа и поздравляю с тем, что мы двадцатый год до финиша дошли. Меня брат сегодня один поздравил, говорит, я тебе поздравляю с двадцатым годом. Думаю, двадцать первым же надо уже. Да нет, говорит, поздравляют, когда до финиша доходит. На старте мы еще не поздравляем. Мы дожили до этого старта, когда будем начинать этот двадцать первый год. Пророк Иеремия говорит, по милости Господа мы еще не исчезли. Милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Помолимся Господу. Наш Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты хранил нас весь этот год. За то, что посылал все Твои благословения, милости, благодеяния. И все, что от руки Твоей мы получали, Господь, это было во благо нам. Слава Тебе за это. За Твое великое милосердие, которое обновлялось каждое утро, каждый день, Господи, к этой земле, к жителям земли и к нам, народу Твоему, к церкви Твоей. За все Твои благословения, Господь, за все Твои наказания, которые Ты посылал нам. И за это благодарим Тебя. Все это было ко благу нам. Слава Тебе, Господи. Благослови это служение. Благослови нас с духом умиления, смирения пред Тобою. Благослови нас с духом покаяния, чтобы мы могли вот в эту новогоднюю ночь остановиться и взглянуть на прожитый путь, смириться пред Тобою и сложить всякое бремя и запинающий нас грех, Господь, у ног Твоих святых. Благослови нас духом молитвы в этом собрании. Благослови братьев, которые будут Слово Твое говорить. Благослови нас прославить Тебя за Твое великое милосердие к нам. Слава, хвала Тебе, Богу нашему, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Слава, хвала Тебе, Богу нашему, Отцу, Сыну и Святому Духу. Годы уходят вперед безвозвратно, И невозможно их остановить. Дни пробегают быстрей скороткода, Месяц за месяц словно летит. Годы нецут нас от временной жизни К вечным пределам небесной страны. К родине чудной, Желанной отчизне, Друг же не святок, Чтоб был там и Ты. Годы уходят вперед безвозвратно, И нашу жизнь за собой увлекут. Лето Господне благоприятное, Скоро пройдет и Его не вернут. Годы нецут нас от временной жизни К вечным пределам небесной страны. К родине чудной, Желанной отчизне, Друг же не святок, Чтоб был там и Ты. Годы уходят вперед безвозвратно, Весть о спасении звучит на земле. Слушайте, Божье, теперь приглашение, Чтобы и вам быть в той чудной стране. Годы нецут нас от временной жизни К вечным пределам небесной страны. К родине чудной, Желанной отчизне, Друг же не святок, Чтоб был там и Ты. К родине чудной, Желанной отчизне, Друг же не святок, Чтоб был там и Ты. К родине чудной, Желанной отчизне, Друг же не святок, Чтоб был там и Ты. К родине чудной, Желанной отчизне, Друг же не святок, Чтоб был там и Ты. В жизни земной все приходит к концу, Друг же не святок, Чтоб был там и Ты. ПЕСНЯ Осенью ветер срывает листву И устилает озявшую землю. Только однажды дается нам жизнь, Ну а затем начинается вечность. Хочешь ты вечности с Господом быть, Ныне оставь Роковую беспечность. Время летит, не прощая утрат, Время диктует нам жесткие сроки. Выберенные блаженства и ля, Жизнь Иисуса и гибель порока, Может, тебе одиноко сейчас, Пусть встал в душе, Неуютно и грустно, Слышал ты призыв Креста уж не раз, Но покаяние считаешь ненужным. Вот и теперь Сам Спаситель зовет, Хочет вернуть Он заблудшего сына. ПЕСНЯ 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 Твою Твою наполни, только не медли, покайся скорей, Жизнь повторить не придется, запомни. Приветствую вас, братья и сестры. Мы рады быть с вами в Доме молитвы в эти последние часы уходящего года. Наверное, мы этому уходящему году рады больше, чем когда-либо. Нелегкий был год, много переживаний, много трудностей, но до сего места мы дошли. Я хотел вместе с вами прочитать короткий отрывочек Священного Писания. Это Третья Царств, 19 глава, 7 стиха. Маленький отрывочек, и скажу свое пожелание вам. «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо далекая дорога перед тобою». И встал он, ел и напился, и, подкрепившись тую пищу, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хариф. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой и разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом, и остался я один, и моей души ищут». Я хотел первое обратить внимание на этот вопрос, «Что ты здесь?» К нам ко всем, что мы здесь? Мы пришли для чего-то в этот Дом Божий. Я хотел чуть-чуть раньше сказать, это за Ильей идет речь, и раньше он ушел в пустыню на три дня пути, сел и был очень унывшим, и просил смерти у Бога. Говорит, все, устал, изнемог, и, как он говорит, «Моей души ищут», и просил Божьей смерти. Нелегкое время было также в Израиле в этот момент. Нелегкое время, потому что все изменилось в стране. Безбожный царь, основания все божественные изменились, закон не исполняется Божий, страна полностью поменялась. Илья смотрит на это и уныл. Опечалился и просит у Бога, все, хватит. Все обстоятельства против Бога, не против Бога, а против нас, кто любит Бога. Я смотря на нашу страну также, смотрю, мы немножко, наверное, в этом году были моменты, когда унывали. Смотрим болезни, болезнь это, смотрим вроде там с выборами, какие-то ситуации, вроде вот-вот, сейчас может что-то измениться, и все по-другому. И часто уныние приходят, смотрят, что не так, как мы бы хотели, не так. И вот он уныл, приуныл и обратился к Богу. И Божий ответ ему был, поешь, встань и иди. Интересный ответ. Он подкрепился пищей, встал и пошел. Шел 40 дней. Этот дальний путь прошел. И что-то произошло в эти 40 дней, когда он шел. Это вроде не такое тяжелое дело, да, иди, иди 40 дней. Но постоянно, целенаправленно у него была цель. Встань и иди. Он с постоянством дошел до горы Божьей Хариф. Зашел туда в пустыне, и все, ему слова Божьего не было, ему ничего особого не происходило. Но за эти 40 дней Бог ему говорил. И что-то поменялось в его сердце. И когда Бог к нему обратился, и он сказал, что ты здесь? Вот там он буквально 40 дней назад, он говорит, все, готов умереть. Прошел этот путь, и он говорит, возревновал я о Боге. И я хотел этот вопрос задать нам, когда мы что-то делаем, когда мы трудимся в церкви, когда мы любое дело делаем, для чего мы на том месте находимся, для чего в церковь мы приходим, для чего мы трудимся здесь, для чего мы, кто встречает людей, кто посылки упаковывает, что я делаю на этом месте? И какой ответ наш? Или кто-то за камерой стоит, кто-то за пультом сидит. Какой ответ наш? Или потому что меня сюда посадили, меня научили, меня поставили. Или вот как Илья сказал, возревновал я. Я хотел вот это пожелание вам сказать, чтобы в следующем году это было нашим желанием, с ревностью, с усердием делать то дело, на которое Бог поставил. И вот смотря на Илью, это простое дело, которое ему сказал, встань и иди. Сорок дней он не останавливаясь шел, может останавливался, но целенаправленно шел, простое дело делал. И Бог изменил что-то в его сердце. И вот это мое пожелание нам, чтобы на то дело, которое Бог нас поставил, мы делали его. Дома ли это? Учим ли мы детей? Воспитываем ли мы детей? Убираем ли, строим? Это дело, это то место, где Бог нас поставил. Если бы у Ильи спросили, хочешь ли ты быть здесь? Может быть, он сказал, была бы моя воля, я бы и не шел. И иногда мы так хотим сказать, была бы моя воля, я бы что-то по-другому сделал. Но Божья воля в том, где мы находимся. Потому что Бог полностью нашей жизнью управляет. Я бы хотел сказать всем нам, что не берите, не бойтесь браться за дело и постепенно, целенаправленно трудиться и делать его. Любое. У каждого из нас есть дело. Я рад смотреть на нашу церковь, что у нас, наверное, 70-80% заняты трудом в церкви. Каждое свое маленькое дело. И это тех, кому мы видим. Есть люди, которые в молитве участвуют. Тоже непростое дело. Трудитесь потихоньку на том месте, которое Бог вам дал. И не унывайте. И чтобы, когда нам этот вопрос становится, что я делаю на этом месте, чтобы я мог спокойно, с уверенностью сказать, возревновал я Бога с радостью, с любовью. Хочу служить Богу там, где Он меня поставил. Вот это мое пожелание вам на следующий год, на 21-й год, какой бы он ни был. Давайте вместе встанем, помолимся. Кто хочет прославить Бога за то, что уже прошло. Вознесем наши молитвы Господу. Аминь. Пользуясь случаем, хочу поздравить дорогую церковь с наступающим Новым годом и поделиться следующим стихотворением. Вот еще один год уж прощается с нами, Оставляя отрезок пути позади. Книгу жизни слагает великий писатель, Книгу мыслей, мечтаний и тайн души. Что увидел Творец за душевную дверцей? Добрый, искренний свет или стон от оков? Может, горечий яд, отравляющий сердце? Или несущую жизнь и прощенье любовь? Что бы он не увидел в движении мысли, Нам не спрятать за маской услужливых лиц. Надо Богу позволить от скверной очистить, Чтобы нам не стыдиться своих же страниц. Год прошел, вот уж новый стоит на пороге И не знает никто, что он нам принесет. Пусть Господь подкрепит, удалит все тревоги И поможет пройти наступающий год. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть за годом год летят на крыльях ветра, Встречаю новый день. С молитвой на устах Господь благодарю За милость и надежду, за церковь, что свой курс берет на небеса. Когда болит душа, нам хочется скорее попасть под кровь родной, где любят нас и ждут. И я хочу туда, в небесные аллеи, И пусть за годом год летят на крыльях ветра, Встречаю новый день. Встречаю новый день с молитвой на устах. Господь благодарю за милость и надежду, за церковь, что свой курс берет на небеса. Не может враг души взять штурмом Божьей стены, Ему не победить смотрящих в небо ка. Ничто не сокрушит фундамент нашей веры, Ничто не заслонит на Божьи небеса. И пусть за годом год летят на крыльях ветра, Встречаю новый день с молитвой на устах. Господь благодарю за милость и надежду, за церковь, что свой курс берет на небеса. И пусть за годом год летят на крыльях ветра, Встречаю новый день с молитвой на устах. Господь благодарю за милость и надежду, за церковь, что свой курс берет на небеса. Каждый из нас желает друг другу в этот вечер чего-то особенного. Я тоже молился, размышлял и думал, что же мне пожелать вам, братья и сестры, любимой церкви в этот вечерний час. Да, мы знаем, что год этот был сложным годом, мы это говорим. И Family Policy Institute of Washington приводит список таких самых впечатляющих заголовков этого 2020 года, который прошел. Если вы уже на мгновение забыли, вы можете освежить в памяти и прочитать этот список, который я поставил перед вашими глазами. Но это не самое, конечно, главное. Понятно, что год пришел к концу, и мы благодарим Бога за пройденный отрезок времени, что Господь хранил, благословил и помог нам до этого времени. И вот когда мы собрались сегодня, чтобы помолиться, чтобы провести в молитве это время, провести этот прошлый 2020 год, все же таки есть какие-то мысли, есть какие-то планы, есть какие-то стремления и желания и мысли. А что ожидать в будущем? Согласия? Простоты? Мира, спокойствия? Хотелось бы. Но вряд ли. Чего можно пожелать кораблю, которого кидает волнами сильнейшего шторма? Иметь спасательные средства. Поэтому мое пожелание вам, братья и сестры, сегодня будет кратким. Всего пять слов. И оно записано в послании Иакова, 2 глава, 1 стиха. Имейте веру в Иисуса Христа. Центральное слово в этом пожелании – это вера. Знаете, иногда людям кажется, что мир, в котором мы живем, сейчас особенно, самое главное – это быть правильно проинформированным. Но есть люди, которые знают больше всех, и смотришь на них, а они несчастны. Есть люди, которые считают, что важно принадлежать кому-то, то ли к элите, то ли к партии, то ли к какому-то обществу, и тратится много сил, средств и времени. Но посмотришь на таких людей, и они тоже несчастны. Братья и сестры, вера – вот что нужно человеку. Бог создал человека со способностью верить, и от самого человека зависит, будет ли у него вера живая или мертвая. Вот этот знакомый, любимый нами стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную». Или еще «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал». Но, братья и сестры, просто иметь веру – это еще не все. Верить, что Бог есть Творец, Всемогущий, Всезнающий, Всесильный – даже этого недостаточно. Важно веровать в Господа Иисуса Христа. Веровать, что Иисус Христос – это дверь в небо. Есть путь к Богу. Твой личный заместитель, спаситель, ходатай и Господь, которого ты слушаешься, которого ты любишь всем сердцем, и которому ты служишь – вот что основное. «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым бы надлежало нам спастись». Поэтому, братья и сестры, пожелание – имейте веру в Иисуса Христа. Знаете, я хочу еще третий отметить. Мы поговорили о том, что очень важно иметь веру, и без веры Богу угодить невозможно. Вера очень важна в нашей жизни. Мы понимаем, что без Христа нет смысла, и мы с этим согласны. Но вопрос «Имеем ли мы веру в Иисуса Христа?» – очень важный вопрос. И здесь говорится «Имейте веру в Иисуса Христа». Я хочу пожелать, братья и сестры, чтобы мы имели эту веру в Иисуса Христа. Иметь – это повеление. Это активное действие. И это не просто, знаете так, просто иметь. Чтобы иметь, нужно что-то делать. Однажды Павел и Сила, когда они прославляли Бога в темнице, и потом чудесно были освобождены из этой темницы, темничный страж пришел и сказал «Что мне делать, мужи и братья? Что мне делать? Как мне спастись?» И Павел и Сила ответили «Верую в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Братья и сестры, верить в Господа Иисуса Христа – это значит послушание, это значит повиновение, это значит исполнение заповедей Господа. Вера – осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера в Иисуса Христа – это значит верою видеть будущее со Христом в Его Царстве и осуществлять эту жизнь, эти отношения уже здесь, живя на земле. Вера в Иисуса Христа не только драгоценность с точки зрения вечности, но это как раз то, что помогает нам достичь блаженства в небе. Вера в Иисуса Христа – это основание для мира, радости и спокойствия, и когда все хорошо, и даже тогда, когда все так или не все так, как хотелось бы. Поэтому пусть благословит нас, братья и сестры, Господь. И в этом году, и особенно в настоящем, несмотря на обстоятельства, да поможет нам Господь иметь веру в Иисуса Христа. Аминь. Историю такую услышал. Сестра на работе работала, ей нужна была характеристика, чтобы начальник написал куда-то, или учебное заведение. Ну, начальнику некогда обычно. Она говорит, слушай, возьми-ка ты, напиши сама, а я подпишу и все. Она взялась писать, я думаю, а что же я буду писать? Подходит к пресс-витеру, говорит, что мне делать? Надо написать мне, самой себе мне характеристику надо написать. Говорит, не знаю, как-то написать хорошую, или написать такая, как я есть. Если написать такая, как есть, то меня туда не примут. Она писать хорошую, она была в растерянности. Все в этом мире оставляет след. И у нас за прошедший год тоже у Бога есть характеристика. Сейчас поют подростки нам. Все в этом мире оставляет след. И хоть прожитый дня возврата нет, но на висках Твоих следы бедны. Нежданной краски ранней седины. Свет оставляет солнце и вода, оставит следы радость и беда. И пенье птицей майские цветы, подумай, друг мой, что оставишь ты. Оставил Бог следы своих местов, им сотворенный звездный сон миров. И наш прекрасный мудрый шаг земной, а что мой друг оставим мы с собой. Оставил стрелки, счетный камеш след, болезни, больный, голод, сок и бед. А человек оставил навсегда следы распятья на руках Христа. Наш долг оставить на земле следы. Следы любви, о счастье доброты, вперед шагая по следам Христа. Топинка узкой с тяжестью Христа. К отчизне вечно этот путь ведет, следы всех слез страданий Бога трет. И в славе той, ничто и никогда, там не оставить горького следа. Топинка узкой с тяжестью Христа. 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 И в славе той, ничто и три с тяжестью Христа. Топинка узкой с тяжестью Христа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если внешний человек нашей тлеет, то внутренний со дня на день обновляется Апостол Павел когда-то Коринфянам говорил о том, что познание о Боге, Его Евангелие, Его благую весть мы носим в глиняных сосудах Это он на нашем теле, о нашей храмине так написал, говорит, но сокровища сие носим в глиняных сосудах, дабы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам И действительно, вот смотря на человека, вот внешняя наша вот эта оболочка, она очень ненадежна, очень хрупка, очень временна, хотя человек как бы и пытается всяческими упражнениями и прочими вещами сделать, может быть, ее как можно сильнее, но время победить невозможно И тот принцип Писания, который говорит, что внешний человек наш тлеет, от этого мы никуда не денемся И действительно, вот наши физические характеристики, наша сила, наше здоровье, наша красота, они вот с момента рождения, когда все вот эти маленькие детки, вот эти babies, они look awesome, they smell great, они пахнут хорошо, они выглядят хорошо Но вот с этого момента времени, они двигаются в сторону нашего вечного обитания Они двигаются в сторону пребывания, куда через кого, через 20, кого через 70, кого через 80 лет отвезут в последний путь Если говорить языком нашей церкви, то это на Гефсиманию, которая уже стала, наверное, именем нарицательным нашим церковным кладбищем И вот смерть и физическое наше состояние, они прямо пропорциональны нашему возрасту Чем дальше, тем ближе вот этот день, когда будет вечный переход Людям тяжело смириться, особенно неверующим, потому, наверное, прибегают к разным средствам, к разным операциям, чего только не делают, чтобы хоть на чуть-чуть продлить жизнь Статистика говорит, что человек за последние 6 месяцев своей жизни тратит на медицину больше, чем за всю предыдущую жизнь Только 6 месяцев получается продлить Но для нас, верующих людей, для нас, для верующего человека Время в нашем этом теле, которое тлеет, отпущено и дано для того, чтобы взрастить внутреннего человека И вот здесь уже связь обратно пропорциональная Если внешний он тлеет, он слабеет, то внутреннее Писание говорит у верующего человека Он должен со дня на день обновляться, улучшаться, омолаживаться, выглядеть лучше, издавать приятное благоухание, излучать молодость Проще говоря, Христа показывать Вы не замечали, что с некоторыми пожилыми людьми уже преклонного, казалось бы, возраста, может быть, и красота не та, и речь, может быть, не совсем складная, но приятно пообщаться Внутренний человек молодым стал Такое ощущение иногда, как с Христом поговорил И вот к этому обновлению как раз и призывает нас Господь Внешний он тлеет, внутренний он должен обновляться Он должен становиться лучше Братья, представьте, вот вы купили себе машину Допустим, ну вот Предположим, что вы вчера или когда купили машину 2022 года, да, выпуска Вы на ней ездите весь 2022 год Подходит Весь 2021 год Подходит 2022 И она так раз видоизменилась и стала моделью 2022 года Я думаю, многим бы это понравилось Так вот, Писание говорит, что наш внутренний человек Наш христианин, наше христианство Оно должно как раз вот так вот обновляться Становится лучше и больше похожим на Христа И в этом Новом году я желаю вам вот этого каждодневного обновления духовного человека Только тогда у нас будет иммунитет от этого вируса, греха и беззакония Только тогда на вот эти наши страдания Мы сможем смотреть, как апостол Павел здесь сказал Как кратковременное и легкое Это тот же апостол Павел, который в первой главе этого же послания писал О том, что мы были отягчены по силам и сверх сил Но здесь, говоря о внутреннем человеке, который обновляется Он вдруг говорит кратковременное и легкое страдание Совсем другое отношение, совсем другое понимание И он говорит, что они славу Богу производят Уже читался этот стих сегодня из книги Плач и Риме, 3 глава Что мы воспринимаем милость Божию Которая, кстати, обновляется каждое утро, как само собой разумеющееся И у нас не возникает никаких вопросов Мы ожидаем ее, как бы она должна наступить Так вот, Бог от нас ожидает каждодневного обновления нашего внутреннего человека Как Он свою милость продлевает для нас каждый день Он и от нас ожидает вот этого обновления В Иоанна 10 главе, 22 стихе мы читаем такую интересную фразу Что вот был праздник обновления в Иерусалиме и была зима Что это за праздник обновления там имеется в виду? Это было как бы вторичное освящение вот этого храма в Иерусалиме В 164 году до Рождества Христова После того, как он был осквернен Антиохом, Епифаном в 167 году до Рождества Христова Вот этот праздник обновления, праздник вторичного как бы освящения и посвящения Они праздновали, потому что вот нужно было обновление Нужно было обновить вот этот храм в Иерусалиме И нам важно вот это обновление И знаете, хотелось бы, чтобы оно действительно продолжилось весь 2022 год Не знаем, какой он будет И, честно говоря, после 2020-го даже не хочется пытаться даже думать Как-то вот анализировать, что там будет Но вот это обновление, оно должно в нас быть каждый день Не только первую неделю, первый месяц, но на протяжении всего года Поскольку Писание призывает нас ходить в обновленные жизни Послание римлянам, 12 глава 2 стих говорит И не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная И в этот час поздравляю вас вот с этим наступающим Новым Годом Пусть ваш внутренний человек обновляется каждый день Уделяйте ему больше времени Ибо видимое временно, а невидимое вечно Аминь Прошел незаметно весь год И новый встречаем мы снова Что новый нам год принесет И будем ли встречи готовы Новый год пусть радость принесет Пусть счастье принесет Тебе и мне Лишь хрестом не страшен путь земной Не страшно жить на этой мне земле Мы ждем Новый год и порой Не думаем, не ожидаем А может он скорби несет А может разлуки печали Новый год пусть радость принесет Пусть счастье принесет Тебе и мне Лишь хрестом не страшен путь земной Не страшно жить на этой мне земле Давайте ж молиться, друзья И жить, как Христос обещал нам Мы будем счастливы тогда И жизнь проживем не напрасно Новый год пусть радость принесет Пусть счастье принесет Тебе и мне Лишь хрестом не страшен путь земной Не страшно жить на этой мне земле Новый год пусть радость принесет Пусть счастье принесет Пусть счастье принесет Пусть счастье принесет Тебе и мне Лишь хрестом не страшен путь земной Не страшно жить на этой мне земле Последний день года Чувство тревоги Для тех, которые живут верою Те понимают Вместе с апостолом Павлом, который в Римлянам 13 главе 11 стихом пишет Что ныне с каждым днем С каждым годом Ближе к нам спасение Нежели когда мы уверовали Ближе Царство Небесное Ближе встреча со Христом И это великая радость Это все то, что мы накопили Оно теряет смысл И всю свою ценность Потому что встреча со Христом Решит все проблемы Человеческие, земные И все, что творится в мире Христос Все это совершит Своим явлением Иисус Христос Желая показать ученикам Царство Небесное в силе Возвел апостолов Петра, Иакова, Иоанна На гору И начал молиться 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 О чем молился Христос Здесь на горе преображения Из тех слов, которые Лука Записал Можно понять, что Христос молился О последних днях Его пребывания на земле Молился о бесходе Которое необходимо было совершить В Иерусалиме И когда он молился Лицо его изменилось Одежда сделалась белыми Как снег Или как свет И вот в этом состоянии Явился Моисей Илия И продолжили эту беседу Говоря о бесходе Который нужно было ему совершить В Иерусалиме Вот это очень важное было Для Иисуса Христа И то, что предлагал Представитель закона Представитель пророков Может и доброе, что было Но Бог, Отец Небесный Контролируя все это Говорит Сея Сын Мой возлюбленный Его слушайте Его слушайте Я рассуждал об этом В каком возрасте Христос начал Преображаться Здесь на горе преображения После того, как Он принял крещение И Бог, Отец Небесный Засвидетельствовал Сея Сын Мой возлюбленный Пророк Исаия В 7 главе Описывает Очень важную истину И я хотел бы, чтобы мы ее понимали И чтобы рассуждали о ней 14 стих 15 16 Говоря об Иисусе Христе Исаия говорит «Что Дева примет в очреве Родит сына Нарекут ему имя Эммануил Младенец сей будет питаться молоком и медом До тех пор, пока не будет разуметь Отвергать худое И избирать доброе Вот это начало Было преображение Иисуса Христа И в этом преображении Христос рос Написано, Он рос в любви У Бога И у людей Придя в возраст, Он понимал цель свою И понимал средства К этой цели Апостол Павел Посланник евреям Говорит «Хотя Он и Сын Однако Страданием и навык послушанию И совершившись Добавлю от себя В этом послушании Он сделался виновником спасения Всех послушных Ему Мы привыкли говорить Что верующий имеет жизнь вечную Да, по слову Но Христос говорит Павел говорит Что для всех послушных Ему Он сделался виновником спасения вечного Я хотел бы обратить на наше Внимание на наше преображение Один стих Второго послания апостола Павла к Коринфянам Третья глава Восемнадцатый стих Апостол говорит о всех верующих Членов церкви И он говорит такие слова Мы же с открытым лицом Как в зеркале Взирая на славу Господню Преображаемся в тот же образ От славы в славу Как от Господнего Духа В другом месте написано От веры в веру От силы в силу Преображаемся Как от Господнего Духа Три момента Время летит быстро Три момента Чтобы Бог нас преображал Мы сами преобразиться не можем Но Бог, глядя На то, что мы делаем в своей жизни Он нас преображает И здесь апостол Павел говорит Что нужно иметь Открытое лицо Что это такое? Мы же с открытым лицом Братья и сестры Это наш дух Это наш дух Он должен быть открыт для Бога И тогда Бог будет Преображать нас Давид в тридцать первом Псалме Говорит, что Счастлив Блажен тот человек Чьи грехи покрыты И в чьем духе Нет лукавства Оказывается, дух наш Может быть заражен Закваска Лицемерия Фарисейство Саддукейство Неверие И так далее И тогда Бог Не сможет нас Преображать Мы тогда Не преобразимся Еще один момент Дальше Павел говорит Взирая на славу Господню То есть В нас должно быть Открытое око Что этим оком является? Христос, говоря об этом Ученикам своим, говорит Светильник для тела Есть око То есть Наша совесть Наша совесть И если око Будет чисто То и все тело Будет светло Вот это Кратко два условия Три условия Первое условие Это молиться О кресте Голговском Чтобы крест Был перед нашими глазами Чтобы мы понимали Что только через крест И на кресте Это вход в царство Небесное Не потому Что мы принадлежим К баптистам Или еще к чему-то Кому-то А потому Что мы Сходим на крест И через крест Вход Царство Небесное Христос, когда молился Он преобразился Если мы будем Ревновать о том И молиться Чтобы крест Проник в мою жизнь Проник В совесть мою Тогда я буду Бояться Бога Тогда я буду Поступать честно Чисто Невзирая Ни на какие Обстоятельства Понимая Что совесть Это Неподкупный Судья Если Око Будет чисто То и все Тело Будет Светло Дай Бог Нам в Новом Году Преображаться Невзирая Ни на что Ни на кого Ни на те обстоятельства Которые нас постигнут Кто-то думает Будет легче Нет Будет тяжелее Потому что Испытания Приходят На землю И Бог Будет испытывать Нас Во всех путях Во всех делах Не будет Корона 19 Будет что-то Другое Будет Но Невзирая На те Обстоятельства Которых Мы будем жить Главная Цель Нашей жизни Должна быть Преображение Преображение А для этого Надо Стремиться Иметь Чистую Совесть Открытый Дух Дух Вот Моисей Идет На гору И Разговаривает С Богом Как? Написано Лицом К лицу Уста К устам Видел ли Моисей Лицо Бога? Нет Не видел Бог ему сказал Моисей Нельзя тебе Видеть Мое лицо Потому что Оно Как солнце Нельзя Видеть Мое лицо Я покажу Тебе Пройду Закрою Тебя Рукою Своею И ты Увидишь Меня Сзади Однако Общение Моисея Было Дух К духу И поэтому И внешние Признаки Лицо Его Светилось Так что Окружающие Не могли Смотреть На лицо Моисея Благослови Нас Господь Ставить Себе Цель В 21 Году Это Преображение Это Главная Цель Преобразиться Иметь Чистый Дух Неоскверненный И Действовать По Совести Чистой Совести Чтобы Не было В духе Нашем Лукавства И Совести Нашей Неверности Дай Бог К этому Стремлению Стремиться Каждому Аминь Стремлению Стремлению СYAN dize Св vocês escal Seth Жизни Ты Только След Оставляешь Ж this Нов Акуда А Виде Нашей Святой И И желчем журавлей Лит obe mail estone Стремлению で и 後 Points конечно не не прилетишь, знаю, что ты ко мне опять не прилетишь. Время ты проходишь так быстро, много принося мне скорбей. Знаю, что мне вернуть в небесилье так много утраченных дней. Боже, о, зачем ослабели так крылья? Быстро я улетел в тот край, где нет скорбей. Быстро я улетел в тот край, где нет скорбей. Боже, вот опять призываю имя святое Твое. В жизни дать мне ценить умоляю, короткое время свое. Боже, не оставь и меня умоляю. Боже, дарую зреть покой для вечных дней. Боже, дарую зреть покой для вечных дней. Мы сегодня уже много слышали из Слова Божия о том вопросе, который Бог задал Ильи. Что ты здесь? Что ты здесь? Это мне вопрос, каждому сидящему, кто нас видит и кто слушает. Что ты здесь делаешь еще на земле? Илья ответил, он возревновал о Господе. Мы также слышали, что вера в Иисуса Христа, которую мы должны иметь, действующая любовью. Обратил внимание на песню, пели за церковь, что свой курс берет на небеса. А я подумал, а куда наша церковь курс берет? Куда мы держим курс свой? Туда же? Дай Бог, чтобы так оно было в сердце каждого. И также мы слышали и о преображении, что мы должны преображаться. И что внешний нас человек тлеет, а внутренний должен со дня на день обновляться. Говорит пророк, обновляется подобно орлу юность моя. Я прочитаю два стиха из послания апостола Павла к велипийцам с третьей главы. Тринадцатый и четырнадцатый стих. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Это Павел пишет филиппийцам, которые уверовали, из язычников познали Господа. И гонения переживали, он их старается ободрить. И были там смущающие их, как всегда, почти в каждом послании Павел этих смущающих обличает. И им язычников говорят, у этого мало, чтобы Христа познали, надо выполнять закон Моисеев. И вот этот закон Моисеев, это были как тормоза какие-то, которые смущали обращенных из язычников. Вот когда евреи, все с законом их. И апостол Павел в ревности говорит, ну есть уже закон Моисеев, так я первый, который закон этот исполнит. Помните, он говорил, я им обрезанный, я и фарисеет, фарисея из колена Вениаминова, что еще нужно? Все, я говорю, по правде даже законной, непорочной. Ну я говорю вам, вот такой вот непорочной. Самый, говорит, ревнитель, я уничтожал эту назарейскую ересь. Но Бог меня, когда открылся Христом, то ради Христа я все почел читаю. И все прочитаю за ссор, ради превосходства познания Христа и Иисуса. Он говорит, я от всего отказался. Выше в контексте мы, когда читаем, говорит, я от всего отказался. Думаю, Павел, а чего ж тебе надо было еще отказываться? Тебе Бог простил, остановил. Оказывается, надо то еще от чего отказываться. Мы с вами уверовали, познали Господа. А потом много от чего нам надо отказываться в жизни. Так или нет? И по сей день отказывать себе приходится в чем-то. А Павел говорит, я от всего отказался, чтобы приобресть Христа и найти с Нем не со своей праведностью. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И Он говорит, что я стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания. А вот я хотел обратить на эти слова. Забывая заднее, простираюсь вперед. А что нам надо забывать, братья и сестры? Грехи надо забывать. Ну, что молчите? Надо грехи забывать или нет? Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа. Написано. Ты, говорит, забыл об очищении прежних грехов своих. Смотря как вспоминать. Грехи. Помните, этот Виночерпий сказал, грехи мои вспоминаю я ныне. И тот вспоминал. А просто забыть грех сделал я его и забыл. Да он меня найдет, братья и сестры, этот грех. Годы проходят, и грех находит меня. Я с ним что-то сделать должен. Грехи вот такие сделанные. И просто так, да забудь ты за него. Нет, Библия нам не говорит об этом. Грех твой найдет тебя. Он встанет передо мной. В самый неподходящий момент он встанет передо мной. Грехи надо каяться в грехах. В грехах в зависимости грех какой. А то надо идти, может, к служителю исповедовать надо грехи. Грехи надо оставлять, да? Сбросить с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Запинающие грехи, с ними надо что-то делать. Их надо в порядок, чтобы от них освободиться. Забыть – это не выход. А нам так хотелось бы. Забыть и все. И кажется, с грехами надо что-то делать. Мы с вами подходим к молитве. И надо каяться в грехах. Ну, а если хотите с грехами в Новый год идти, это выбор каждого из вас. Но грех наш найдет. Нас, который мы сделали. Забывая заднее. А что ж нам заднее забывать тогда, если грехи? Даже, говорит, взгляни глубину рва, которого ты извлечен. Да? И так написано. Для чего это взглянуть? Не для того, чтобы-то посмаковать, как я в этом рве болтался и что-то там делал. А для того, в ужас прийти, говорит, о которых стыдно вспоминать дела наши. Чтобы мы приходили в ужас от того, в каком я бездне утопал, при мысли я страшусь. Но ты меня и там взыскал. Что ж забывать? А вот забывать, что было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Забывай свои все титулы, все звания этого мира. Забывая заднее. Я читал толкование. Говорит, вот некоторые есть вещи, которые нас парализуют в жизни. Нашу духовную жизнь парализует. Ну, с чем я еще сравниваю это? Это когда вы на машине сели ехать, завели, газ нажимаете, она не хочет ехать. Что? Ручник забыл снять. Помните? Ручник снимаешь, и машина поехала. Что-то такое, что тормозит нашей духовной жизни, чтобы нас парализует, сковывает. Мы закцикливаемся на то, от чего нам бывает трудно отказаться. Израиль, когда вышел из Египта, но Египет он не забыл, да? А надо было его забыть, Египет. И написано в послании, мы читаем, если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то что? Имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Юноша не мог отказаться от того, что предложил ему Иисус Христос. Помните? Имение свое иди продай. Как это? Это все забыть, что я имею и приобрел. Отказаться никак он не смог. Нейман. Бога признал. Уверовал. Земли набрал. Говорит, ну вот одно, от чего я не могу никак отказаться. Я же военно-начальник. И вот мне надо будет с царем заходить в этот храм языческий там. И этому Богу там царь будет. И мне там надо наклониться будет. И опираться будет на меня, царь. Ты Бога живого познал. Ты от этого... То есть честь военно-начальника это то, от чего он не мог отказаться. Многие к Богу не пошли только потому, что репутация их не пустила. Какая-то мирская. Какое-то положение. И они знают, что Бог есть. И что Христос Спаситель. И вечность. И рай. И ад. А вот через эту ступень от чего-то отказаться они никак не могут. Уверовавшие, которые не исповедовали и возлюбили славу человеческую более, нежели славу Божию. Помните? И Христос им не мог вверять. Жена Лота, которая обернулась, не могла забыть. Содом обернулась. И ее советуют нам вспоминать, чтобы нам брать из этой истории уроки. Один праведник, Папа Римский, лежал и умирал. И он подошел к нему и говорит, забудь, что ты Папа Римский, грешник ты, и скоро пред Богом предстанешь. И если не покаясься, погибнешь, Папа Римский, со всеми титулами и званиями в аду на веки вечные. Вы знаете, что нам надо забывать? Обиды. Кто нас обидел? Неудачи, которые произошли в жизни. Забывая заднее. Не по-моему что-то получилось. Тут не о грехе даже речь идет. Правда? Ну, я думал, вот так оно совсем не так. Я думал, успех будет, а тут никакого успеха нет. И это надо забывать, и дальше двигаться. Можно зациклиться и страдать, и носить сердце своем. То ли обиду, то ли непрощение. Тоже надо забыть. Даже, говорит, когда на молитве стоите, прощайте. Даже пусть не попросил прощения. Вы знаете, так бывает в взаимоотношениях человеческих наших. Бывает такое, что мы, ну, натянутые отношения, и человек не может простить от сердца. Он все, слово надо, надо, не надо, он вспоминает. Или же это же в семье произошло, братья и сестры. В отношении с мужем, с женою. Ну, возникло что-то такое, и все. Ну, кажется, все, попросили прощения. Проходит время. Опять что-то напряглось. А ты помнишь? Как это режет. Как это расстраивает. И опять, вы же уже примирялись. Никогда не вспоминайте вот этих обид причиненных. И мы культивируем опять. И мы будем вязнем, как в рези. Вот в этом самом. И оно нас съедает. Знаю одну семью, которая, ну, виноват он был. Покаялся, попросил. Она как обиделась. Он с мира пришедший. А она дочь слушателя. Она как обиделась. Все. Не хочет с ним, не разговаривать. Он уже и покаялся. И в церковь стал ходить. И все. Ничего. Пытаются увещевать. Она говорит, я все знаю. Я дочь пресвитера. И к ней на дикой казе не подъедешь. Ничего не принимается. Она на такой высоте. Жалко от души, что гибнет душа. Ее съедает эта горечь. На корню съедает. Она вянет. Здоровья лишается человек. Все. А забыть не может. А оставить никак не может. Это семейные проблемы. Ну, знаете, кто не хочет прощать, забывать. Ну, злись, мсти, не прощай. Говори, напоминай всегда друг другу. Ну, что можно обещать? Что случится? Ну, с ума можешь сойти. Под старость. Оно съест тебя. Забывая заднее, простираясь вперед. Иногда, вы знаете, действительно, сомнения какие-то приходят. Что Бог меня не простил. Ну, ты каялся, каялся, разговариваешь. Ну, вот, наверное, Бог меня не простил. Ну, ты ж веришь в Слово. Если исповедуете грехи ваши, то он, будучи верен и праведен, простит вам грехи ваши и очистит вас от всякой неправды. Ну, если ж вы, будучи злы, говорит, можете прощать там или даяние давать. Ну, тем более отец простит. И вы знаете, человек вот в таком сомнении мучается годами. Забыть не может. Наверное, Бог не простил. Забывая вот это заднее, простираясь вперед, он говорит, стремлюсь дальше, стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Простираюсь вперед. Простираюсь, это как-то... Он тянулся вперед, Павел. Не просто шел вперед. Он говорит, простираюсь. Это как спортсмен, который бежит вперед. Он справнивается в послании к Коринфянам. Тоже со спортсменом, бегущие на рестальность. Я говорю, это все вот, о чем мы говорили. Сбросить надо нам, братья и сестры, в эту ночь новогоднюю. Иначе мучатся и в 21-м году мы будем от всех этих горечи, от этих обид, от этих непрощения. Свергнем в себя там всякое-то бремя и запинающее нас. И будем простираться вперед. Как мы слышали только передо мной, брат говорил, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса и прилагая к сему все старания, простираюсь, говорит, и стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия. А это что? Ты же уже христианин. Какое еще звание тебе, Павел, надо? Он говорит, не достигну ли я, как он меня достиг. Я хочу преобразиться. Вот то, что передо мной, брат говорил, быть похожим на Него, чтобы во всем. Я еще, говорит, не достиг. Он здесь говорит. Но я стремлюсь. Это была цель. Поставил себе цель и идешь к этой цели. Братья и сестры, вот мы вступаем в этот год. Нам надо поставить цель. Какое Вышнего? Вышнего звания больше нету, как апостол Иоанн говорит в своем послании, 3 главе. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, да? Что выше еще придумать? Мы дети Божьи, дочери и сыновья, возлюбленные. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его так, как Он есть. Это Вышнее звание. И, вы знаете, в это звание придем к концу, и дай Бог, чтобы услышал каждый из нас, имея это звание, хорошо, добрый и верный раб. В нам малом ты был верен. Вот к этому званию Павел стремился во всем. Он говорит, ревностно стараемся быть Ему угодными. Преображаться в этот... Он говорит непрестанно. Благодарю Бога, Ефесянам в первой главе, благодарю Бога за вас, чтобы Отец Господа нашего Иисуса Христа дал вам духа премудрости, откровения к познанию Его, чтобы просветил очи сердца ваше, чтобы вы увидели, как Он здесь выражается и говорит, что, к какому званию Он стремится, чтобы просветил... Да бы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых, как безмерно величие могущества Его в нас, это безмерно сейчас величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Ее, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Вот это звание Он дорожит. А Петр пишет, говорит, будем стараться делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. И что еще? Какая-то о цели жизни, к которой стремился Павел. И вторая цель, которая для церкви оставлена, это написано, идите и научите все народы. Дело нам оставил Бог. Мы преображались, Христа этого миру являли, и иногда употребляли для этого слова. Любовь между собой имели, потому что это лучшее благовестие. О, вы напоминающие о Господе, не умолкайте. Поставим цели для своей жизни в этом новом году. Что мы хотим, чего мы желаем достигнуть. А сейчас будем молиться. Кому-то надо что-то оставить, оставляйте пред Богом в молитве, а мы аминь будем говорить друг другу, присоединяться к этому. Аминь. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok